Одним из излюбленных публикой произведениям с толстым художественным наследием является «Верный страж». Картина, портрет Иохана Кёллера, написанный в 1978 году, и изображающий Эмму Фредерикс, младшую дочь министра двора, барона Фредерикса, написанной в летнем имении Фредерикса в Сиверской месте, излюбленным многими аристократами, художественными кругами. И этот салонно-реалистический портрет, который так вписывается в контекст искусства конца XIX века, показывает Кёллера как мастерского портретиста и также пейзажиста. Со своим настроением, элегией и вниманием к изображенной фигуре. Как бывший крестьянин, мальчик из небольшого футорка из Вилленде, прибыл, достиг таких высот, будучи своим человеком в кругах высшей аристократии Петербурга, это, скажем, история успеха талантливого художника, которому сопутствовал и успех, и удача. Портретист Йохан Кёллер писал не только салонные портреты. Его творчество – большой ряд репрезентативных представительских портретов, начиная с царской семьи, ведь он более 10 лет работал учителем рисования дочери Александра II, Марии Александровны, и портретировал всех русских царей, правивших при его жизни, Александра II, Александра III, Николая II. Но портреты все эти утрачены, поэтому его представительские портреты представляют другие образы придворного врача Филиппа Корреля, Платона Зубова. И в пантеон русского искусства, возможно, можно сказать, Кёллер был принят заказом Павла Третьякова, который в галерею знаменательных русских портретов заказал Йоханну Кёллеру изображение композитора Александра Серова, которое хранится в Третьяковской галерее и было своего рода пропускным билетом в историю русского искусства.